Непривычный режим осваивает общепит Барнаула. Заказы есть, кухня работает, но не вся. В известном ресторане сейчас не готовят салаты и закуски. Их все равно никто не ест. На вынос востребованы горячие блюда. А к привычным пастам и пиццам ежедневно вводят в меню новенькое, например, лазанью. На готове еще один рецепт. Такой витаминный коктейль из имбиря, лимона, меда. Вот такая история. Мы сейчас посчитаем, возможно, будем бесплатно его доставлять заказы. Здесь реально не игрушки, не игра в бизнес. Бизнес я всем транслирую, такого слова сейчас нет. Вот такого слова нет. Бизнес. Потому что то, что здесь происходит, это не бизнес. Сокращений в компании нет. Часть сотрудников ушли на выходные, официанты пакуют и доставляют заказы. Привозит их и сам директор. Сотрудников с машинами немного. И хотя средний чек ресторана сохраняется, количество заказов упало в два раза. А в другой сети ресторанов быстрого питания отмечают хороший рост доставки на дом вместе с упадком розницы. Так как наслаждаться приемом пищи в привычной обстановке сейчас нельзя. Столовые города закрыты. Так общепит мэри ушел на выходы вместе с сотрудниками. Но есть и столовые, которые теперь работают на вынос. Так что совсем без еды офисные сотрудники Барнаула не останутся. Но многим по-прежнему проще готовить дома. Для меня это, например, вызов. Выучить, наконец, новые блюда и удивить хотя бы себя. Это гнезда из макарон и фарша. Делаю их в первый раз. Не совсем эстетично, зато должно быть вкусно. Это и есть мой обед. Завтра приготовлю что-то новое. Так было дешевле и раньше, а сейчас так особенно. Но вне зависимости от того, готовите вы сами или заказываете еду, главное помнить, что она должна быть разнообразной для поддержки иммунитета. Сейчас это особенно актуально. Анастасия Дорога, Николай Шелкодень с толком.